Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 АМ на нашем веб-сайте radio-nvc.com. Ну и, конечно же, мы приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Похищение Европы. Немного в другое время, в другой день. И, тем не менее, с нетерпением ожидаемая программа, которая сейчас и предстоит в течение ближайшего часа. Ефим Фиштейн, здравствуйте! Добрый день, Сергей! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Добрый день, зрители YouTube! Ну что, начнем с Европы. Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, может, оно у меня только сложилось, но хотя не только сложилось, что Европа начинает постепенно просыпаться от того безумия, которое охватило весь мир. И тому есть яркие примеры, в частности, Великобритании. Я имею в виду ковидобесия. Ковидобесия? Да. Ну, да, разумеется. Я для начала скажу просто для затравки, что, разумеется, центральной проблемой информационного дня в Европе, конечно, являются только что состоявшиеся переговоры между Соединенными Штатами и Россией, Блинкином и Лавровым. Но это хорошо бы, наверное, отодвинуть до второй половины часа, а начнем мы, конечно, с Европы, как и полагается, что и предопределено названием передачи. Так вот, Сергей, если вы хотите, значит, ковидную эту истерику, которая постепенно сходит на нет, то, разумеется, мы можем ее начать. И даже, как вы предположили, с Великобританией. Потому что вообще в Европе наблюдается одна странность. Я сейчас не говорю про то, что существует колоссальный разнобой и действия, предпринимаемые одними странами, опровергаются действиями других стран. Это обычно довольно типично для нашего старого континента. Ну, соседи, например, Австрия буквально с первого числа вводит обязательную вакцинацию, обязательную прививку противоковидную. В то время, как, скажем, соседняя с ней Чехия, наоборот, официально заявила, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, она обязательную прививку не ведет. А в чем странность ситуации? Да хотя бы уже в том, что существует две противоречивых тенденции. Одна из них выражает состояние заболеваемости европейцев, а другая – стратегию борьбы с эпидемией. Так вот, цифры нынешней заболеваемости, а вернее заражаемости, всякий раз приходится проводить размежевание этих двух понятий. Заражаемость – отнюдь не заболеваемость. Человек может ходить зараженный этим вирусом, не проявляя никаких признаков заболевания, симптомов и прочее. Это разные вещи. Так вот, количество заражений, которые выявлены тестами с помощью тестирования, которые сейчас производятся везде и всюду. От каких-то общественных мест до школ, больниц и вообще всего прочего. В том числе и, кстати, сейчас продаются в аптеках, просто можно свободно купить в свободной продаже домашние тесты. Купил, пришел домой, засунул себе это в нос и через три минуты у тебя готов тест. Так вот, цифры заражаемости выходят за все пределы воображаемого. То есть, трудно было представить себе. Но скажем, Великобритания, Сергей, вы с нее начали. Великобритания сейчас там по 500 тысяч. В день заражаемость. Чемпионом временным стала Франция, которая сейчас побила все рекорды. И там в день более полмиллиона зараженных. Это как бы одна сторона дела, при которой разве что купить саван и идти на кладбище, потому что это же невозможно пережить. Это же через неделю-две все жители страны будут заражены. А другая тенденция, прямо противоположная, что просто бросается в глаза. Это то, что во всех странах чувствуется предельная усталость от всей этой, как говорят украинцы, бородьбы и стремления закончить эту главу. Закончить, вообще закрыть главу, как говорится, и перестать об этом думать. Это проявилось в Великобритании, с которой мы начали. Там объявляется отмена всех антиковидных мер, во всяком случае всех ограничений, связанных с жизнедеятельностью общества. Вот в чем дело. То же самое во Франции. Тоже в ближайшее время, просто в начале следующего месяца, отменяются все меры антиковидной борьбы. С сохранением паспорта, или даже не с сохранением, а с введением, я бы сказал, паспорта вакцинированного. Вот я повторяю, что эта стратегия борьбы представляется настолько разношерстной, разнообразной и противоречивой, что диву даешься. Во Франции уже не первую неделю и не первый месяц идут уикендовские, то есть в выходные проходят массовые демонстрации протеста против разнообразных форм ограничений. Последние недели эти протесты касались введения именно паспорта вакцинированного, привитого. Не знаю, по-русски таких паспортов, по-моему, еще нет, но в любом случае вы понимаете, о чем идет речь. Речь идет о том, что, войдя в какое-либо заведение или куда угодно, нужно вытащить из кармана такую вот зеленую бумажку. Она по цвету должна быть зеленой. И показать, что вы тоже человек, у вас есть документ о вакцинировании. То есть Европа, отменив все и всяческие границы и паспорта, со временем пришла к тому, что не на границах, а просто при входе в ресторан или в театр или в магазин, нужно вытащить из кармана свой паспорт. Почему вы меня простите, но это звучит как абсурд? А значит, все меры как бы отменяются и в то же время вводятся паспорта, подтверждающие вакцинацию. То есть это еще одна деталь, которая говорит о том, что речь идет не о здоровье нации, ни о чем. Речь идет исключительно о контроле. Так вот, французы, которые протестовали, протестуют и будут, скорее всего, протестовать против этого, они сейчас вынуждены смириться с тем фактом, что и некий суд конституционный признал эту меру конституционной. Тем самым, фактически, решение принято, введут эти зеленые паспорта во Франции. Параллельно отменяют действительно и во Франции все антиковидные ограничения. Типа там, ведь они же были самые разные, вот что любопытно. Ну, скажем, антиковидные ограничения, которые требовало там в зале театра иметь не более 50 зрителей, что более, то запрещалось. То есть просто не впускали, не продавали большего числа билетов. Ну, разве не абсурд? Скажем, в автобусе, где помещается не 50, а 90 человек, вполне они могли быть вместе, а в театре не могли. То есть таких абсурдных вещей полно. И вот, что ни страна, то полный разнобой. Повторяю, во Франции отменяются меры, но вводится паспортизация. В Британии отменяются меры и ничего пока не вводится. В Австрии, наоборот, ужесточают меры и вакцинация, вакцинирование, прививка становится обязательной для всех категорий населения. В соседней Чехии, наоборот, отменяется прививка как нечто обязательное. То есть вот такой бардак в смысле прививки. Но я думаю, что в принципе дело идет на спад. Европа утомлена этим, и весь этот моральный кич, который обычно сопровождает канонаду убеждений, он постепенно перестает действовать. Одно время, вот как в сегодняшнем выпуске New York Times, там, скажем, идет какая-то эпопея с каким-то конкретным человеком, которое заканчивается словами, там, моя мать, умерла, поверив антиваксерам этим, то есть противникам прививки, и ее кровь на ваших руках, господа антипрививки, вот этот моральный кич, он сегодня уже никого особенно не пугает. Остается, как вы правильно сказали, Сергей, остается только чистая мера контроля. Вот и все ее внутреннее содержание. Это серьезный парадокс. Хотите о других событиях? Конечно. Давайте по-быстрому. Развивается конфликт между Польшей и Евросоюзом. Польша всегда была, как так сказать, на заметке, всегда у нее были сложные отношения с Евросоюзом. То одно не нравилось Евросоюзу, то другое. Это касалось и Польши, и Венгрии, в данном случае речь идет о Польше. Впервые в истории этого объединения Евросоюза, я имею в виду, страна-член, причем не самая маленькая и не самая второстепенная, поскольку Польша по своим экономическим результатам, в общем-то, является страной вундеркиндов. Это маленькое экономическое чудо, у нее приросты по 5-6% в год были, и она выбилась, в общем, по-своему в премианты. Так вот, на Польшу наложили, как писали когда-то в газете, серьезную эпиталаму, я шучу, конечно, наложили на нее взыскание. И заключается она в том, что миллион евро в день Польша обязана платить штраф за то, что ее Конституционный суд имеет некую комиссию дисциплинарную, которая разбирает дела судей, это, я думаю, нет смысла вдаваться в юридические подробности. В любом случае существование какого-то органа, которое не благословил Евросоюз, считается проступком и может быть даже больше, чем проступком. Короче, Польша подвергается штрафу. Что будет делать правительство Польши? Потому что миллион в день – немалые деньги, как вы сами понимаете. Если такая ситуация продлится хотя бы один год, то Польша потеряет колоссальные деньги. А ведь она не просто получает из фондов Евросоюза что-то, что ей положено по нынешнему правилу. Евросоюз, как известно, ввел некий фонд солидарности, из которого на ковид и прочие нужды выделяются деньги. Из этого фонда штраф, который Польша должна платить, она не платит. Но зато они, чтобы этот штраф взимать, Евросоюз все-таки Польша не выдает в день на миллион евро меньше. То есть она способна много проверять. Но с другой стороны, ведь Польша в копилку Евросоюза вносит свой взнос, который причитается, как говорится, с головы. А Польша страна большая, сорокамиллионная. То есть, как это будет решено, мне пока неизвестно, поскольку Польша может оказаться в такой ситуации, когда этот штраф и всякие проценты с него могут быть настолько серьезными, что страна может всерьез задуматься о невытили нам из этого странного объединения, где за наши успехи нас же и будут штрафовать. Так вот, Польша сейчас решает две юридические проблемы. Одно – это недовольство Евросоюзом тем, что у нее существует дисциплинарная комиссия и новый конституционный суд. Польша уже не состоит из коммунистических судей, а состоит из новых людей, которых упрекает Евросоюз в том, что они подчиняются своему же правительству. Непонятно, кому же они должны, в общем-то, подчиняться. Уж не Брюсселю ли. Так вот, это одно. А второе – это решение Евросоюза о закрытии угольного, большой угольной шахты на границе с Чехией. Это решение Польша не исполняет сейчас, потому что она говорит, что такое решение не принимается дня на день. Шахты открываются и закрываются, и это продолжается десятилетиями, это сложнейший процесс. А Евросоюз требует, чтобы в один день, одномоментно, чтобы огромная шахта на юге Польши закрылась. Короче, и поэтому вопросу идет спор. Отношения между Польшей и Евросоюзом натянуты. Евросоюз готов в одном только помочь Польше, а именно сдержать на белорусских границах беженцев, которые Лукашенко завез из Сирии, Афганистана и Ирака. Завез, конечно, в кавычках, они просто, получив свободу въезда, сосредоточились на границах с Польшей. И Евросоюз в этом смысле приходит, по-моему, на выручку Польши, говоря, что правильно вы делаете, что не впускаете. Ни в коем случае. Впускать могли мы пять лет назад, да еще и провозгласили это за новую идеологию. А вот сейчас совсем не хочется, когда через Польшу идут. Вот такие вот курьезные дела. Что касается других, скажем, сфер. В сложной ситуации находится как президент Франции, так и премьер-министр Великобритании, но по разным причинам. Француз Эммануэль Макрон уже живет только предвыборными делами. Он и законы, которые принимает или предлагает, связаны непосредственно с его избирательной кампанией. Точно так же и его инициативы в рамках Евросоюза. Макрон хочет на второй срок не только идти, но и победить. Хотя он, кстати, единственный пока из претендентов, кто официально свою избирательную кампанию не начал, не объявил о своей кандидатуре. Остальные все объявили. И как всегда во Франции, как это может случиться, несмотря на крайнее поправение общественности Франции, я уже имел возможность об этом говорить, поскольку главные претенденты, три претенденты на президентский пост во Франции и конкуренты Макрона, это люди справа. Это традиционная правопопулистская политик Макрон, простите, Марин Лупен, это глава, кандидат от партии Деголя, республиканской партии Франции, и это выскочивший, словно черт из табакерки, французский публицист Зэмур, Эрик Зэмур, который, как и Макрон, разделяет примерно одинаковые шансы на победу. Но, что типично для ситуации во Франции, эти три кандидата не могут договориться. Скорее всего, один из них пройдет во второй тур, и во втором туре вопрос встанет ребром, поддержат ли два других правых политика того, кто прошел во второй тур, или, как всегда, попытается его потопить. И тогда Макрон снова выигрывает эти выборы. Вот такая околесица. Но, повторяю, главным событием, на которое обращены взоры европейцев, сейчас были состоявшиеся сегодня переговоры между Влинкином и Лавровым. Но к ним мы можем после, Сергей, после вашего вопроса, или не вопроса, а какой-то вставки, мы можем перейти после перерыва. Давайте я буквально два слова. Ну, как мне кажется, что касается Великобритании, поводом к отрезвлению британского правительства послужил скандал, связанный с премьер-министром. Его там начали очень прессовать, и вот это послужило бы, ну, такой отвлекающий манер. Ну, слава богу, хоть так, как мне кажется. Это первое. Здесь вопрос чуть шире нужно видеть. Да, я же начал говорить о том, что в трудном положении оказались и британские премьеры, и французский президент, но не сказал ничего о причинах трудностей британского премьера. Формально ситуация выглядит так. Часть депутатов от консервативной партии и британского парламента взбунтовались и собираются опубликовать, оно еще не опубликовано, но в следующую среду будет опубликовано, письмо, призывающее Джонсона к отставке. Джонсон человек по-своему, по-человечески, мне лично симпатичный. Он не просто ведь консерватор и шеф партии, он человек с каким-то опытом общения с народом за плечами и с опытом политическим весьма сильным. Это человек, который в конечном счете привел Британию к Брекситу, но проблема его заключается в том, как всегда, это Шершеляфам. Он женился, в очередной раз взял молодую, относительно свою же, ассистенцию или секретаршу, называйте, как хотите. Она родила от него ребенка сейчас. И произошла некоторая трансформация с самим консервативным примером Великобритании. Он стал на глазах зеленеть. Хотите ли, или, если хотите, леветь, что, в общем-то, в результате одно и то же. Он стал быть более чувствительным ко всем этим рассказкам зеленых, о том, чем нужно пожертвовать, чтобы спасти планету от полного развала, буквально, в смысле слова. И в результате он стал быть более, как бы, чувствительным к этим зеленым экологическим и прочим темам, чем нарушает обычный консервативный пейзаж своей же собственной партии, которая склонна была подходить крайне рационально к этим проблемам, понимая, что, кстати, британская экономика сама показывает, что подавляющее большинство рецептов зеленых не работает в отношении Великобритании. Британская экономика переживает трудности именно из-за того, что слишком много средств она вложила уже сейчас в возобновляемую энергию, так называемую, которая в значительной степени не способна покрыть недостачу энергии, которая ощущается во всей Европе, в Британии в том числе. И, короче, чтобы не вводить излишние мелкие детали, скажу, что Джонсон переживает не лучшие дни своей карьеры и вполне возможно, что его собственная партия попытается на следующей неделе его сместить просто и избрать нового лидера. Как всегда, это связано с имиджевыми потерями, как это сейчас принято говорить, и поэтому непонятно, пустится ли партия Тори в это рискантное предприятие. Это пока еще я не могу с уверенностью предсказать. То, что Джонсон изменился и изменил своей первоначальной идеологии, это сегодня уже очевидно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу Эфима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии 847-400-5200 на тот случай, если у вас будут вопросы. Ну и прежде, чем вы начнете говорить о переговорах, которые состоялись, позвольте мне еще добавить в тему ковида. Вы знаете, у меня в последнее время сложилось впечатление, что Фейсбук стал более открытым к альтернативной точке зрения. Стали появляться какие-то материалы, посты, которые не совпадают с официальной, с глобалистской позицией. И я подумал, с чем же это связано? Неужели здравый смысл просыпается? А теперь мне кажется, что Фейсбук, в частности господин Зукерберг запахло жареным. Мы как-то уже упоминали в своем эфире о том, что он потратил там чуть ли не полмиллиарда долларов на избирательную кампанию 2020 года. А сейчас выясняется, что действительно он их потратил и не совсем легально. То есть он через две неправительственные организации финансировал в том числе продажных тварей чиновников, которые получают зарплату и работают на государство, которые были либо ответственны за выборы в том или ином подразделении, либо работали в этих и получали зарплату. Так вот, они получали зарплату кроме того, что от государства, от правительства, как это положено, они еще, оказывается, получали зарплату от этих самых неправительственных организаций, в которые Зукербергер перекачал кучу денег. А это нарушение закона. И по этому поводу бывший генеральный прокурор по-моему Арканзаса Кляйн, если не ошибаюсь, ведет расследование. Ну, он сейчас работает в другой организации, преподает еще в университете. И они ведут расследование. И я думаю, что вот в связи с тем, что запахло жареным для этого негодяя, они несколько смягчили позицию, потому что остальные, что касается этих двух индусов, один из которых возглавляет Google, другой из которых теперь возглавляет Twitter, эти два индуса наоборот закручивают гайки. Похоже, их еще не прихватило так, как должно было бы прихватить эти компании. Вот это моя такая ремарка. Да, я вполне допускаю, что именно так, хотя, зная этих людей, я полагаю, что все-таки они на самом деле люди достаточно идеологические. Во всяком случае, шеф Twitter, о котором вы упоминали, новый индийский, он заявил, что для него неважны финансовые успехи или не успехи, или, скажем так, финансовый убыток от его идеологичности. Его не волнует точно так же, как его не волнует поправка Конституции, его не волнует свобода слова и прочее. Он объявляет, что в интересах прогресса, как он его видит, он готов пойти на жертвы, то есть пожертвовать нами, собственно говоря, которые не имеют возможности другой общаться друг с другом, поскольку он является монополистом. Так вот, возможно. Я скорее считаю, что господин Закерберг, как вы его называете, почувствовал на себе некоторые болевые ощущения, его коснулись те финансовые штрафы, которые наложили на него некоторые государства, как западные, так и Россия и некоторые другие государства, которые азиатские, скажем, которые считают, что его форма доморощенной цензуры неприемлема. Каждый по своим соображениям, естественно, ну, скажем, там Россия наложила какие-то штрафы за недопущение материалов, связанных с пропагандой российской, пропагандой типа Russia Today и прочее, или поправки и какие-то материалы процензуировать или вообще не пустить и так далее. Все эти штрафы оказывают, может быть, это как укус комара, но все-таки какое-то болевое воздействие, и они вдруг начинают быть чуть-чуть более открытыми. Но, в принципе, на самом-то деле, очень многое зависит от того, как они воспринимают соотношение сил на американской политической сцене. Вот что любопытно. Они ведь не живут в безвоздушном пространстве, они точно так же, как мы с вами, чувствуют перемену настроений, чувствуют новые ветры, которые дуют, и им кажется, что это может быть как бы для их монополии небезопасным. Поэтому они начинают принимать, осваивать, осваивать. Евхим, давайте попробуем принять звонок. Несомненно, в любом случае. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день, Евхим. Я согласна с комментариями Сергея. Вы сказали в начале программы обстоятельств обстановки в Европе. Вы сказали, что отменяются запреты и мандаты, но при этом везде требуют суверенные паспорта. Это, конечно, как-то нелогично совершенно. Спасибо вам. Спасибо. Это был даже не вопрос, а констатация. Тем не менее, спасибо и за нее. Ну что ж, Сергей, может быть, мы перейдем к обсуждению главного. Вот вы понимаете, прошло в боксерской терминологии три раунда переговоров, даже четыре сегодняшние, включая сегодняшние, на уровне разном. президенты ОБСЕ, Совет Россия-НАТО, сейчас министры иностранных дел. Каково же состояние дел? Россия официально считает, что на следующей неделе Соединенные Штаты должны дать письменный ответ на ее, так сказать, предложение. Я говорю так сказать просто потому, что в самой российской печати мировой эти предложения именуются обычным ультиматумом. Но Америка должна дать какой-то ответ. Допустим, что можно предполагать, что ответ этот будет опять же каким-то экивоком, каким-то не вполне читаемым текстом, типа того, что принимая к сведению вашу встревоженность, но в то же время и принимая к сведению нашу встревоженность, обеспокоенность и прочее, и прочее. Попытаются, как считают многие, уйти от прямых ответов на эти вопросы. Хотя там, естественно, есть тема для обсуждения. В чем проблема? Проблема в том, что у политической элиты сейчас Запада нет даже намека на какое-то единство, на единую позицию. Я имею в виду даже не то, что, скажем, позиция Германии, несмотря на все заверения Министерства иностранных дел, недавно они проверили переговоры и заверили весь мир в том, что они совершенно едины. Но когда Россию посещает министр иностранных дел Германии, госпожа Бербок, то оказывается, что результат все-таки несколько не похож на то, что заявляет на эту тему Блинкен. Так вот, не в этом даже дело. Дело даже и не в том, что у Франции совершенно своя позиция, о Великобритании уже вообще не говорю. Макрон гораздо охотнее идет на контакты и гораздо охотнее, я бы сказал, слышит и понимает доводы России, чем некоторые другие. Дело не в этом. Дело, скорее всего, прежде всего, в том, что нынешняя администрация Соединенных Штатов не имеет, не то, что не хочет сказать, не то, что есть что-то за душой, что можно высказать, а они не говорят. Вот такие хитрецы нет. А у нее нет видения в этом вопросе, нет, видимо, концевой, нет видения концевой окончательной цели, которой хорошо бы перейти в результате всего этого. Раз они, члены администрации нынешней, сами не знают этого. И это прекрасно проявилось в последние дни, когда той же самой пресс-секретарше в женском роде специально это слово представляю, Джен Псаки, пришлось объяснять, что имел в виду ее хозяин по Белому дому. Я имею в виду тот случай, когда буквально в течение двух дней, в один день президент заявил, что любое вторжение даже самого маленького отряда подразделения воинского, то есть, я так понимаю, рота, что ли, на Украину из России будет считаться актом открытой агрессии и после этого последуют, правда, только экономически, так и подчеркнуто, что последуют жесточайшие экономические меры возмездия. Ну, понимаете, что такое жесточайшее, или в других случаях он употребляет слово невиданное, доселе невиданное меры воздействия санкций, причем уже ясно оговорено, как раз в результате переговоров между Соединенными Штатами и Германией, что это не может быть исключение России из системы, банковской системы Свифта. Не может, потому что такая мера ударяет по экономике Запада. Не хочется. Хочется, чтобы найти, придумать, измыслить меру, которая ударяла бы только по экономике России, а придумать ее очень сложно. Так вот, в один день президент Соединенных Штатов заявляет, что любое вторжение на территорию Украины мельчайшего подразделения воинского будет считаться агрессией и вызовет доселе невиданное экономические меры возмездия, то есть санкции, опять же. Конечно, можно было бы волю посмеяться над тем, что ведь санкции вводятся с 2014 года. Их эффективность равна, если не нулю, то в общем достаточно отрицательных величин достигает эффективность этих санкций пока, поскольку и санкции Дэрявые, и Россия страна мелких воришек или голубых воришек умеет обходить и давно у нее уже и филиалы и какие-то подставные лица на Западе, чтобы она могла обходить эти санкции. Но на следующий день после этого заявления Соединенные Штаты устами министра иностранных дел, по-моему, и самого президента объявляют, что правда не любое вторжение а только серьезное. А вот маленькие какие-то вторжения небольшие захваты они, как сказал президент Байден еще непонятно какой ответ могут вызвать у наших союзников. Это вот и разъясняло Джен Псаки парадоксальным образом вот эту фразу она разъясняла что как понять небольшое вторжение как понять маленький захват. это кстати вызвало колоссальное неудовольствие украинского президента который написал в своем твиттере написал что малых вторжений не бывает как и малых народов. Что такое малый захват? Это значит что вот Харьков Харьков мы захватили и все и вот если это будет такой ограниченный захват то как сказал президент Америки еще непонятно какой будет реакция тогда. В общем полно нестыковок полно разноголосицы я уже повторяю не говорю о других европейцах которые вообще не намерены послужить теми кто будет жареные каштаны из огня таскать и вот что любопытно ведь все это надо видеть в общем-то в каком-то комплексе у президента Соединенных Штатов сейчас тоже нелегкое положение он движется к промежуточным выборам и уже сейчас кстати заявил что эти выборы будут нелегитимными ну представьте себе представьте себе считая скажем предыдущего президента человеком который уничтожил американскую демократию из-за того что не признал результаты выборов этот современный и прогрессивный во всем президент в интересах демократии говорит что следующие выборы а он это знает уже за год вперед загодя они будут нелегитимными да потому что не прошло его предложение об изменении избирательной системы с тем чтобы голосовать кто угодно как угодно и где угодно и вот поскольку это пока не прошло значит выборы окажутся нелегитимными в общем вот это отсутствие ясного видения отсутствие целеполагания какого бы то ни было и определяет слабость этой администрации а вместе с ней разумеется и слабость того объединения которое называется Евросоюзом или НАТО скажем и того и другого объединения разумеется это отнюдь не означает что Россия права в своей агрессивной позиции тут важно понять почему она может позволить себе быть агрессивной именно в этот момент вот сейчас не вообще ни год назад и ни через год она очень точно просчитывает момент момент предельной слабости нынешней нынешнего я бы сказал руководства западным миром потому что все руководство западным миром это фактически Соединенные Штаты и Россия этот момент просчитала и почувствовала как окно возможностей как окно возможностей которые в истории может быть не повторяются поэтому она выступила с присущей агрессивностью поставив достаточно высоко ставки подняв ставки чтобы где-то можно было в чем-то уступить но в основном добиться своего каким-то образом гарантировать что Украина не станет членом НАТО тут вокруг этого можно самые разные доводы приводить и довод о праве государства решать вопрос о выборе своих союзников он совершенно справедливее очевиден но ведь подписанные договоренности и Хельсинский акт и все договоренности между европейскими государствами включая все эти нормандские форматы все вокруг Украины они же имеют такой пункт который гласит что да народы имеют право совершать собственный выбор по своему усмотрению выбирать путь цивилизационный но так чтобы выбор не снизил безопасность соседей то есть к сожалению это тоже к сожалению но это реально давайте попробуем принять звонок дипломатическая состоит сейчас поставлю точку состоит в том что большинство этих положений этих тезисов не просто несовершенные но наоборот включает в себя множество противоречий добрый день пожалуйста здравствуйте я хотела вот задать вопрос насчет французских выборов вы извините сказали что если остальные претенденты не поддержат того кто будет противостоять Макрону во втором туре то он проиграет вот мне непонятно они что обязательно должны поддержать избирателей или нет своего ума и разумения за кого голосовать вот в украинских выборах когда Зеленский вышел во второй тур против Порошенко за него проголосовали те которые голосовали за других претендентов и он получил в результате 73 по моему процента почему во Франции обязательно нужно чтобы поддержали чтобы эти избиратели проголосовали за одного из кандидатов спасибо большое разумеется в основе вы совершенно справедливо заметили что у избирателя остается собственная воля это так и в любой стране во время любых выборов выборов не исключены вот такого рода возможности не исключены но ведь мы привыкли к определенному порядку который заведен и этот порядок гласит что выбывший сошедший с дистанции кандидат обычно дает рекомендацию своим избирателям несмотря на то что он прекрасно понимает что у них есть своя воля может быть они не прислушаются к его рекомендации и вот было бы конечно желательно чтобы противник президента нынешнего Макрона скажем получил такую рекомендацию от своих не однопартийцев а от своих как бы скажем кандидатов того же консервативного лагеря было бы разумеется это приятно но боюсь что этого не произойдет просто потому что для Марин Люпен неприемлем Зимур а для их для обоих неприемлема госпожа фамилия которая сейчас не помню представляющая республиканцев французских короче я был бы приятно удивлен если бы это произошло и они поддержали бы друг друга или в противном случае остается надеяться на здравый смысл на разум избирателей самих спасибо у нас остается буквально три минутки времени по поводу пресс-конференции Джо Байдена подводящего итоги своего годового правления несколько слов если можно это замечательно это же история действительно вы правы Сергей да он подвел замечательным образом итоги то есть оказалось что в общем-то еще никто так успешно не действовал но он фактически дал понять при этом что американский народ так сказать его не очень-то и достоин не способен оценить по достоинству вот то что он для него сделал все эти замечательные замечательные достижения при этом умудрился о многих своих достижениях просто промолчать даже такая тема как уход из Афганистана не вызвала в нем желания объяснить населению а в чем правота то есть сбежать можно вообще в любом случае бессмысленный бессмысленное бегство оно в общем не исключено никогда ну какая ну какая в этом глубокая мысль какое содержание вот этого действия он вообще не коснулся то есть там была масса таких лакун масса умолчаний и с другой стороны совершенно в его устах почти бессмысленное бахвальство вот что любопытно понимаете бахвальство хорошо если разумеется скажем президент Трамп бахвалился тысячу раз и вообще он очень любит бахвалиться и кстати в каком-то смысле его и можно простить потому что все понимают что это это фигура речи это уже вообще нельзя воспринимать какую-то как эпитет как прилагательное это фигура речи но в данном случае когда мы знаем насколько это не соотносится с реальностью это превращается в каком-то смысле в издевательство над слушателями точно Ефим огромное спасибо договорились и до встречи в следующий раз в следующую пятницу в это же время в нашем эфире договорились договорились в обычное время всего доброго место встречи изменить нельзя но опять в пятницу в это же время как сегодня ах так да ладно принимаю в расчет хорошо договорились всего доброго до свидания